приветствую товарищи бритвоманы ну вот так все сложилось что у меня получилось выкроить время под настроение как бы хорошие так вот все и исполнить вот эти вот четыре варианта бритв новых бритв и давайте обозревать сразу давайте сразу подведу итог бритвы все получились на максимально отлично у всех клин 75 процентов то есть английский клин и формы чем-то даже надо смахивают но только вы след по самому полотну а там уже дальше нет не похож но одна бритв к заточки маленьком у меня неудачно получилось потому что видимо либо встал мне с той ноги и либо начал не с той руки но что то так вот будет дешевле сто пудов просто так много пружинит это это древесина амазаку я вспомнил название жесткая такая легкая древесина клинышек из той же самой древесины почему-то говорю потому что вот того варианта из другой древесины очень вот полотно с микросатином таким вот вот так вот это важно если бы я вам сделал чистое зеркало то увидите шпатина что-то того было бы что было бы потери геометрии я вам так скажу и в итоге было бы все не не здорово дальше смотрите кромку видите у пяточки пошире носика пошире посередине поуже вот именно вот тут я просто как бы напортачил это моя вина поэтому просто сделаю дешевле все потому что я не люблю там заново что-то переделывать перетачивать вот этот но не мое не лучше заново сделать клин 75 процента повторюсь его по формам вроде бы да почти английский вариант по эрлу далеко не он далеко не английский шайбы скольжение как обычно 0 2 миллиметра латунь заходит все ровненько по хвату кому-то это важно насечка тракторная пластичка под названием беларусь и вот так еще общий вид покажу дальше хочу отметить тот момент что сталь именно в термообработке очень очень удачно затермичилась и это очень сложный вариант именно для бритв вот примеру взять клинок ножа у там да как бы вроде есть какие-то сложности но они все какие-то такие посредственные то есть там все просто смотришь его прямо ох твердость соответствует ну и красота ничего не повело все а вот с бритвами именно этот же процесс он очень сложный и очень сложно поймать тот момент что все было прямо вот чики-пуки так сказать все остальные варианты уже заточка то все хорошо и вообще совсем все хорошо чем особенно зато у термообработка получилось у данных вариантов чем я вам сейчас скажу то есть затачиваются они довольно таки легко при огромной их твердости и волос они не рубят как-то они его как бы то есть вообще вы не почувствуете волос на него ложите а волос просто так как-то раздваивается отпадает и вообще там не дергать естественно вообще никак не дергает этот карельская береза стабилизированная оправа сатин на полотне вот понимаете да то есть это очень мягкий рез волос а вот я вам как скажу вот что же такое то у меня тут где тут за лапой где-то что-то там вот только что заточил только что сейчас протручу только даже вот так вот на ходу вот по заточке за . вся кромочка ровненькая вся такая красивенькая то есть как бы вот именно для эстетов это важный момент эстетический также клиент 75 процентов ухват тот же самый потому что бритва одинаковые и по размерности всему ну может там толщина в каких-то в десятых долях отличаться может бабушку насечка культиватор беларусь то есть мини мини трактор по заходу практически да и практически отлично следующие опять же из амазакуи оправа но клинышек из стабилизированной корейской березы зеленого темно-зеленого цвета в конце давайте на волос рубанем посмотрим но я тоже знаю я уже попробовал и уже отвечаю то что волос рубится вообще просто без задева вообще просто как бы как об воздух и как для меня это ну очень важно это для меня важный критерий также статьи эстетичным выглядит кромочка заход идеально ровный и еще один вариант древесина древесина сейчас может быть вспомню как же она называется то древесина то лайсвуд вспомнил лайсвуд все оправа такие теплые легкие прочные также вот эта узенькая кромочка правильно они все должны быть и у той бритва должна быть такая кромочка но я вам говорю я не с той руки видимо начал заточку и вот как бы так все произошло что-то способствовало этому до клейму теперь ставлю постоянно ставлю может быть для истории когда-то это пригодится вообще а насечку не показал также заменит мини по краям складывание ровное ну что ж я думаю не стоит сейчас размусоливать весь этот процесс вы все поняли вы все видели в принципе вы все знаете хотел конечно снять еще процесс заточки такой можно сказать немного ускоренный упрощенный и уверенно четкий то есть результат всегда верный и отличный но я подумал уже об этом поздно когда уже доделал заточку последний бритвы но и поэтому как бы вот не сложилось процесс намного проще чем у многих гуров гуру заточников в интернете примеру то же самое и он очень проверенный такой уже действенный но это уже совсем другая история давайте пробуем волос ну что ж начинаем с той самой бритвы у которой кромка выглядит неэстетично волос у меня мало надо будет обратиться к донору так тут конечно не то что он нам на 2 раздвоил оси видите это конечно не то что босс в руках перед камерой это все как-то сложно ухты четко на две части волос разошелся вообще нет чуйки вот этого что он древше ты все просто касаешься он опять на 2 еще хотел уже но сколько можно его раздваивать правильно сколько можно вот он раздвоился и пополам это бритва номер раз давайте уже доделаем волос если чуть-чуть побыстрее провести то он сразу летает а если медленно то он краит на 2 и вот раскрою все отлетел так следующий бритву берем сейчас так все так в том же порядке слева направо вторая пошла бритовка это с оправой из черной стабилизированный карельской березы так сейчас мне что-то я в камеру упираюсь неудобно не тут конкретно так я показываю чей он распустился волос опять на две части если это будет видно надеюсь вот на белом ровно на две части вообще как по воздуху еще вторая на три части волосы спустился на четыре части отлетел вот так вот как-то работает вот побыстрее провел так взял другой волос тот что весь распустился он сразу отпадать начал что значит цельный просто отлетает ведь летает вот шустрее провожу чуть-чуть а медленно будет распускаться давайте попробуем медленно-медленно волосы добьем сейчас так два вот пал ну в общем вы поняли да как это все шибару уже спустить разочек отпадает это вот с черной корейской березы стабилизированный так очередная оправа ямазакуя сдвоился видите наверно я просто показываю просто отключил комментарии пока реально ощущение что я вожу по воздуху а не по бритве и вот очередная бритва заключительные так продолжаем вот если это видно волос на две части вдоль на две части вдоль просто отскочил так давайте еще возьмем вот это вдруг было не видно еще что-то вот и все что ж на этом принципе обзор можно считать завершенным и хочу сказать пару слов по поводу правки почему именно по поводу правки а потому что заточка на этих бритвах она в принципе не нужна пожизненно потому что если не делать каких-то неправильных движений и не испортить эту кромку то он который уже сейчас создана бритва будет заточено пожизненно ее только нужно сюда править на ремне и и поэтому хочу сказать только именно пока по правке правка должна происходить на чистом ремне ремень должен быть то есть не сильно натянут а вот слегка слегка такой прогиб иметь то есть слабо натянут чтобы как бы такую счет чтобы маленько на кромку заваливался этот ремень когда введете бритву по ремню то вот так вот для чего это нужно для того чтобы ремень сто процентов походил по кромке и постоянно ее выравнивал если сильно натяните ремень я не знаю как вы по нему будете таскать бритву может она будет больше на бушок упираться и еще что-то и кромка будет не попадать поэтому провис должен быть но он должен быть такой небольшой то есть слабая натяжка ремня вот как бы так если даже у кого-то бывают такой такие моменты что просто хочется как-то ее там не знаю конечно чего но сделать более острой или может а прошло полгода год она уже вроде бы не такая резвая кажется только просто переворачиваете ремень на гладкую сторону где у вас немного нанесено самой самой максимально мелкой пасты желательно мин зерна угой подойдет но мин зерна еще лучше если так что и на ней также потаскались с прямо с легким с легкой натяжкой ремня как потаскали ну раз 30 40 максимум все то есть за вперед вот так вот раз и это будет достаточно потом опять переворачиваете ремень на шишавую сторону и по чистому уже того шиша у и мне вот так сказать еще раз 20 все у вас как будто заново бритва была по финишу переточены примерно это так все происходит поэтому никогда не углубляйтесь в какие-то сложности бритва это не сложный инструмент как в использовании так в обслуживании просто очень много мифов ходит очень много сказок всяких разных сочиняют какой-то сложной заточки какой-то сложной правки каких-то там сверхъестественных ремней и камней нет все намного проще потому что это инструмент создан для людей уже давно и ранее примеру даже вот давайте возьмем даже 50 лет назад всего лишь люди не имели вот этих вот японских камней японских ремней там и вообще ничего не такого не было не был ремень с брюх кожаный но чтобы не прошиты был там без букв и всего без этого тиснения и паста гои все люди с этим жили и очень не очень неплохо выбривались то есть это причем бритвы были такого очень низкого такого уровня по технологическим свойствам так и по техническим на этом обзор считаю законченным и до новых встреч надеюсь я что-нибудь еще вам сотворю что-то подобное или подобное этому так что надеюсь до новых встреч до новых обзоров